Ребята, всем огромный привет! С вами снова я, Оля. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня будет видео-анбоксинг, распаковка моего нового аромата, такого долгожданного, такого уже родного и любимого. Я очень долгое время принимала решение, приобретать мне его или нет, но мне очень хотелось его иметь у себя, и любовь моя к нему возникла в момент нашего с ним знакомства. Это аромат Lost Cherry от Тома Форда. Давно не было распаковок на моем канале в последний анбоксинг. Я снимала в октябре, по-моему. Это был аромат Escentric Molecule 001, лимитированная, limited edition. И вот вновь я распаковываю аромат. Давайте раскроем его, распакуем, снимем слюду, и я расскажу вам историю нашего с ним знакомства. Давно я этого не делала, признаться. Очень приятный на ощупь коробочка. Вот такой красивый, наикрасивейший флакончик. Очень плотно сидит он. Вот такая вот розовая подставочка у него. И классическая коробка приватной линейки Том Форд. Вот такая она глянцевая и рифленая, рельефная. И вот такой флакон. Очень красивый. Мне нравится очень оформление флакона. Цвет красный. Выкрашен он изнутри. И само стекло розовое. Видите, оно на просвет как будто розовое. Такое бледно-бледно-красное. История знакомства этого аромата с этим ароматом такова. Я с ним познакомилась в один день вместе с ароматом металлик Тома Форда. Я их тестировала одновременно в один заход в магазин. И в оба влюбилась. Один нанесла на одну руку, другой на другую. И сказала, оба аромата рано или поздно у меня должны быть в коллекции. Мне сразу понравилось. Вообще, я давно ищу вишню. Пока не буду вдыхать аромат и распылять. А расскажу предысторию. Вообще, я давно ищу вишневый аромат. И я не знаю почему. Я, по-моему, как-то раз в голову у меня взбрела такая идея найти вишневый аромат. Это было очень давно, наверное, лет 8, может быть, 6-7 назад. В общем, несколько лет назад я хотела вишневый аромат. И я его долго, все эти года я его искала. И обращала внимание на аромат эскада. Это вишня эскады. Она неплохая. Она неплохая, в принципе, как по аромату. Но это не та вишня. Это не вишня в принципе. Это такая отдушка вишневая. В общем, очень химозный аромат. Но он очень, в принципе, девичий такой, приятный. Мне хотелось именно вот такую вот вишню, как здесь. Как здесь вишня. А потом аромат манталь, вишня от манталь тоже мне не зашла совершенно. Я не люблю кислые ароматы. А там вишня, она кислая. Я вообще ягоду на вкус вишню не очень люблю. Потому что она в основном кислая. Но в запахах, в ароматах, в отдушках, в конфетах, в сосательных конфетах, в джемовых конфетах, в различных. Я люблю всякие джемы, варенья вишневого. Вот я люблю такое. Я люблю запах кальяна вишневого. Кстати, об аромате халтат найт, там тоже вишня. Она кальянная. Она именно такая табачная, томная. Но там больше даже про кальян с добавкой вишневого. Вот это вот, какие вот они там добавки в табак добавляют. То есть это больше про табак, про кальян. Аромат, про дымность. Я искала именно вишню. И вот мне ни одна вишня не заходила. Не заходила. То есть она мне нравилась и там, и в той версии, и в той. Но я искала именно сладкую, вкусную, сочную вишню. Такая, как в этом аромате. Когда я познакомилась с этим ароматом, давайте нанесем его. В конце, уже концов. Я нанесу его на себя. Да что там вот так хорошо. Ой, какой-то красивый аромат. Какая-то красивая вишня. Здесь вишня такая, как мне надо. Я такую вишню, именно такую я искала. Когда я вдохнула его, сказала, боже мой, я вот именно такую хочу вишню. Но его цена, цена меня останавливала. Аромат мне очень понравился. Но я убеждала себя в том, что за такую цену не стоит никакая вишня. Никакой аромат не стоит. Ароматы Тома Форда, вот именно линейка, да, приватная. Ну, сколько они стоят? 180 долларов, 200 долларов. А здесь почти 300 долларов аромат стоит, по-моему, даже больше. Смотря где, да, ну, варьирующаяся цена около от 250 до 300 долларов. Ну, бешеная просто цена, заоблачная, да. Мне совесть не позволяла, на самом деле, извините, что-то ворсинка. Совесть не позволяла за такую цену. Ну, я была не согласна, да, для меня немножко диссонировал аромат. Вот, 50 миллилитров и такую цену отдавать за него. Ну, то есть, я вообще была возмущена. Как бы, мне казалось, ну, и по сей день мне так кажется, что марка просто хайпнула, да. Вообще, это уже давно не Том Форд, это уже концерн из Стилла Удор. Поэтому они несколько другого уже характера, что ли, ароматы. Но, тем не менее, тем не менее, он очень стильный, крутой, все как надо. И это та вишня, именно та вишня, которую я хотела. Это сладкая, ликерная, миндальная вишня. Здесь вишня на старте, здесь вишня в сердце. То есть, он не только стартует вишневыми нотами, он постоянно вишневый. Не знаю, как он по стойкости. Тогда, когда я его тестировала, мне казалось, он быстро выветрился. Но вот сейчас он очень интенсивный, я не знаю, сколько он продержится. Я слышу даже какие-то табачные ноты в нем сейчас, в данный момент. Ликерность, ликерность. Это, наверное, миндаль. Это миндаль, немножко он сейчас на мне горчит. Вот сейчас вне магазина, вне отдушек других, вне ароматов посторонних, я слышу горечь миндальную, представляете? И здесь как будто ликер аморетте вместе с вишней. Это очень круто, это очень классно, это сладко, это аромат такой, знаете, тягучий. Ну, его уже миллион раз описывали, наверное, уже все знают, как он пахнет. В общем, по поводу цены, цены, качества. В общем, качество, я думаю, что не подведет меня этот аромат в дальнейшем. Я уверена, что он будет на мне. Но если не держаться, то наслаждаться я от него определенно буду. Потому что говорят, что он не стойкий. Посмотрим, сколько он держится на мне, не могу ничего сказать. При затесте был не особо стойкий. В общем, что переломило, все-таки перевесило в сторону приобретения этого аромата, что поменяло мое решение. Я сказала, зачем я должна еще искать какую-либо вишню, когда я уже нашла свою идеальную вишню. Для меня это именно та вишня, которую я искала все эти года, все это время. И смысл искать, продолжать еще другую вишню, когда все равно уже это будет не то. Это именно та вишня, которую я искала. Я была поражена, когда я вдохнула этот аромат. И в конце концов я сказала, хрен уже с этой ценой, знаете, когда такая красота на самом деле. Я читала отзывы на этот аромат совершенно разного направления. Для кого-то это просто компот, для кого-то это какой-то секс во флаконе, для кого-то это ликер. Для меня здесь больше ликерности. Очень-очень приятный. В общем, я правильно сделала, я правильный выбор сделала, что решила приобрести этот аромат. Еще один Том Форд в мою коллекцию. Я не собираю на самом деле Том Форда, но вот очень рада этому флакону, этому аромату, что он у меня есть. Я, конечно же, его буду наносить сегодня, буквально сегодня на фрагрантике читала комментарий, что летом он тихо, близко сидит к коже и быстро слетает. А зимой, наоборот, он показывает всю свою красоту, шлейфит и более такой вот он раскрывающийся. Вот сейчас я его как раз буду тестировать. Сейчас зима, у нас очень холодно, 9 градусов. Представляете, у нас сегодня такой град бомбил. И в некоторых городах, ближе к северу, и в Иерусалиме снег, представляете? Зима, зима, настоящая в Израиле. И это самое время протестировать хорошо этот аромат. Я буду его хорошо сейчас тестировать, носить. Что еще? С чем он у меня вообще ассоциируется? История этого аромата вроде бы в плане того, что там что-то про девственность, потерянная девственность, в общем, потерянная вишня, что-то в ту сторону. Я так сильно не углублялась, но для меня вот ассоциативно это аромат девичника. Вот девичьей вечеринке пахнет сладко, вкусно, конфетками, вишенкой, ликером, девичьими бла-бла-бла, вот этими вот, знаете, общением женским. Когда нет мужиков, никто не слышит наши разговорчики. Вот такой вот аромат я бы нанесла на девичник. Я еще тогда, когда познакомилась с этим ароматом, себе сама сказала, боже, это же аромат девичника, этот аромат можно одевать спокойно, с уверенностью на девичник, девочкам. Просто в кафе пойти посидеть с девчонками, тоже классный аромат. Вот это первая моя ассоциация. В целом этот аромат, я думаю, подойдет в любую ситуацию. Я, конечно же, буду выносить. Сейчас вот кислинка какая-то вышла, но он не кислый, он сладкий, он ликерный, тягучий, вкусный, 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 вкусный. Я очень рада, что он у меня появился. Мой красавчик. Так, 50 миллилитров флакончик такой красивый. Вот мне почему-то в этой линейке флаконы объемом в 50 миллилитров нравятся больше, чем в 100. Хотя в 100 тоже неплохо, да, сам объем. Но вот именно эстетика флакона мне нравятся полтиннички. Красиво, правда? Такой вот заляпывается сразу. Очень я рада своей обновке парфюмерной. Очень долго я его ждала, и на самом деле из-за цены я долго не решалась, купить его или не купить. Купить, не купить. В итоге купила и рада. Очень рада. Все, на этом все. Ребятки, пишите. Кстати, многие сравнивают вот с этим ароматом. Он у меня в атлеванте. Это волчица Серж Лютанца. Я не нахожу ничего. Для меня это разные ароматы. Но миндаль, когда, вы знаете, сейчас начала раскрываться, миндаль горчит, как и здесь. Но это такая красивая горечь. Это не горький аромат, но здесь немножко он дает такую ореховую горечь, немножко цианидность присутствует. Есть такой момент. Когда тестировала, я этого не замечала. Но сейчас все равно это очень красиво. Это очень красиво. И я понимаю, почему его сравнивают с волчицей. Из-за цианидности миндальной, из горчинки. Интересно, как он дальше будет сидеть. Мне хочется, конечно, рассказать и дальше, через час, через какое-то время включения сделать. Но сейчас уже опять я ночью снимаю. Поздно ночь. И поэтому я с вами прощаюсь. И в дальнейшем я, конечно же, буду еще этот аромат обозревать. Красавчик. Все, красавица, девочка. Вы, кстати, разделяете свои ароматы на мальчиков и девочек. Такой вопрос у меня к вам. Для меня вот этот аромат, это прям девочка-девочка. А вот металлик, это мальчик. Это мальчик. Все, ребятки. На этом все. Пока-пока.